Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. Грандиозные аферы ценой в более полумиллиарда рублей. Финансовая пирамида раскинула сети от Санкт-Петербурга до Самары. После ста лет жизнь только начинается. Журналистам показали, как преобразилась двухэтажка после капремонта. Весна не только вздохи на скамейках. Медики дают советы, как бороться с авитаминозом. Организатор финансовой пирамиды «Инвестойл» вскоре предстанет перед судом. Житель Самарской области Владимир Романов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, за три года создатели финансовой группы «Инвестойл» присвоили около 600 миллионов рублей. Офисы компании работали в трех городах – Самаре, Тольятти и Санкт-Петербурге. Свои деньги в финансовую пирамиду вложили более 1800 человек. Уголовное дело насчитывает 220 томов. Так называемую финансовую группу активно рекламировали в СМИ и интернете. Вкладчикам обещали за короткое время – от трех месяцев до полутора лет – доход до 30% от суммы вклада. Сначала даже выплачивали проценты. Финансовую пирамиду позиционировали как преуспевающее агентство недвижимости, которое получает прибыль от золота перерабатывающей промышленности. За мошенничество в особо крупном размере организатору пирамиды грозит до 10 лет лишения свободы. Была развернута рекламная кампания с целью получения от граждан денежных средств в виде инвестиций. Сама по себе «Инвестойл» функционировала по принципу финансовой пирамиды. То есть гражданам обещались какие-то баснословные проценты за вклады, но какой-либо деятельности законной эта организация не осуществляла. В тепле и сухости условия проживания жителей еще двух домов в Самаре стали комфортнее. По программе капитального ремонта привели в порядок фасад дома 126А на Льва Толстого и отремонтировали крышу в доме 137Б на Мичурино. Жители высказали свои пожелания по работам и, как всегда, к ним прислушались. Подробнее о новой жизни старых домов расскажет Марьяна Мирная. В квартирах на последнем этаже в этом доме на Мичурино в любую непогоду случался потоп. Жители били во все колокола и, наконец, по программе капитального ремонта крышу привели в порядок. Испытания зимой она достойно выдержала. Снимали всю крышу, после настилали нам сначала эту гальку, потом заливали битумом, потом уже опять этим чем-то там открывали. И два слоя вот этот. Но зима у нас прошла очень хорошо. Сливы не было, у нас этот стек сделали. Ну, все нормально пока. А этот дом на улице Льва Толстого был построен сто лет назад. И до того, как фонд капитального ремонта им занялся, он выглядел весьма плачевно. Теперь же фасад очистили от пыли, заделали швы, провели гидроизоляцию и утепление. А затем покрыли поверхность декоративной штукатуркой и водоотталкивающим составом. Мы когда пришли первый раз обследовать этот дом, он был в ужаснейшем состоянии. Были разрушены все стены, цоколь практически отсутствовал. По стенам трещины, вся штукатурка практически была отвалена. Трещины очень глубокие. Мы даже хотели его снять как аварийный дом, но сказали, надо его восстанавливать. Сегодня большое внимание уделяется ремонту фасадов многоквартирных жилых домов. Это делается для того, чтобы предотвратить опасность аварийного обрушения и сделать проживание собственников в доме более комфортным. Когда заходим в такие объекты, мы, соответственно, с жильцами обговариваем вид работ, слушаем их пожелания, что они хотят. И, соответственно, стараемся сделать все возможное, чтобы в итоге жильцы получили то, что они хотели и соответствуемся в качестве. По региональной программе капитального ремонта в регионе уже привели в порядок более 2000 домов. Выросла и собираемость взносов. Она уже почти достигла 100%. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов. События. Усталость, сонливость, раздражительность. Если с началом весны у вас стали часто проявляться эти симптомы, то, скорее всего, это авитаминоз. А нехватки витаминов в организме также сигнализируют плохое состояние волос, кожи и ногтей. Больше всего весной организм нуждается в витаминах А, С, Е и В. Не хватает таких минералов, как кальций, магний, фолиевая кислота. Чтобы свести неприятные симптомы, к минимуму, врачи советуют максимально разнообразить свой рацион. Добавлять больше свежих фруктов и овощей. Но бросаться в крайности и переходить исключительно на сыроедение тоже не нужно. Рацион должен быть сбалансирован. Также специалисты рекомендуют высыпаться, чаще гулять на свежем воздухе и не брегать витаминными комплексами. То сейчас все-таки тенденция идет к тому, что за счет только нашего рациона мы не можем восполнить то количество витаминов, которое нам необходимо. Поэтому говорят о том, что витамины все-таки необходимо употреблять круглогодично. В каких вариантах это уже выбирает сам человек. То есть есть у нас капсулированные поливитамины. Далее коротко о других событиях дня. Директор ПАО «Салют» Николай Парола был застрелен из оружия, зарегистрированного на него самого. Речь идет о карабине. Также стало известно, что никаких предсмертных записок Парола не оставлял. Сейчас проверяется вся важная информация. Выясняется, были ли у него проблемы или конфликты. Проводятся экспертизы, отмечают в Следственном комитете. Вероятно, что проверку по факту его смерти продлят до 30 суток. После окончания проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. По основной версии силовиков Николай Парола, 31 марта мог покончить с собой. В Самаре бизнесмены оштрафовали за чехол для телефона с изображением конопли. Нелегальный товар полицейские обнаружили в торговом центре. Психологическая, лингвистическая и ботаническая экспертиза подтвердила, что изображение на чехле вызывает явные ассоциации с наркотическим растением, а надпись призывает к употреблению запрещенных средств. Владельцы торгового павильона оштрафовали на 40 тысяч рублей. Чехол с изображением конопли стражи порядка конфисковали. В Синоптике огласили уточненный прогноз по предстоящему паводку в Самарской области. На некоторых реках региона наблюдался незначительный рост уровня воды. В целом обстановка спокойная. На следующей неделе в дневное время возможно потепление до плюс 13 градусов. Максимальные снегозапасы на реках в 2017 выше прошлогодних вдвое. Однако текущий уровень воды на Куйбышевском водохранилище ниже значений прошлого года на 2 с лишним метра. В Самаре для пассажиров пристани поляна Фрунзе организуют зону комфорта. Плавучая пристань и переправа примут первых пассажиров уже в пятницу 7 апреля. Дебаркадер 366 в этом году заменит понтон 930. Это можно считать большим событием. Так, если раньше пассажирам в ожидании теплохода приходилось ютиться на берегу, то теперь на борту дебаркадера горожане смогут воспользоваться полноценным залом ожидания. Кроме того, здесь же будет работать и касса. Напомним, ранее она находилась на берегу. Международный аэропорт Курумыч расширяет карту маршрутов в города ближнего зарубежья. Анонсирован новый рейс из Самары в Армению с 26 апреля. Начнутся полеты во второй по величине город этой республики – Гюмри. Прямые регулярные рейсы будут выполнять один раз в неделю по средам. Перевозить пассажиров будут на Боингах 737-500. Ранее Армения была представлена в расписании Самарского аэропорта только прямыми рейсами в Ереван. В школе Ектылык 20 лет. Юбилей отмечает учебное заведение, в котором дети углубленно изучают татарский язык и литературу. В нем сохраняются и передаются основы татарской культуры. К юбилею в стенах школы провели межрегиональную научную конференцию, посвященную вопросам этнокультурного образования. В честь юбилея школе подарили новый автобус. А завершился праздник ежегодным фестивалем детского творчества «Поют татарские дети». Зная свою культуру, свои песни, мы воспитываем подрастающие поколения. Мы воспитываем не только любви к своей нации, не только к своей культуре. Мы приучим их и воспитываем любви ко всем народам, которые проживают вместе, в соседях, в соседнем подъезде, в соседнем доме. Самая главная задача подобных фестивалей в нашем городе – это объединение всех народов, проживающих в нашем городе. Объединение культур, умение находить себя в жизни многонационального города, умение включаться в эту структуру и осуществлять общие задачи. У офицеров выходной пуговицы в ряд, но это в песне. А в жизни сотрудники силовых структур смогли расслабиться и провести время в неформальной обстановке. Для них и их семьи организовали просветительский досуг, кино, музыка, экскурсия по городу и даже растения и водство. Как это было, увидел Андрей Горгуленко. Семья Корабель любит активный отдых. Походы и велопрогулки летом, лыжи зимой. Но в офицерский выходной решили познакомиться с более спокойным видом досуга – растения и водством. Тем более, что впереди дачный сезон. Потому что красота должна окружать и дом, и семью. Тем более, что вот-вот начнется уже огороднические мероприятия. И я думаю, что всем мамам, которые присутствуют на данном мероприятии, это будет очень-очень полезно узнать о культуре, искусстве, садоводчестве. В офицерский выходной занятия по душе нашли для каждого. Пока женщины творят красоту, мужчины смотрят классические фильмы и слушают лекции киноведа Андрея Волкова. А дети учатся локальному мастерству. Такой офицерский выходной помогает силовикам провести день со своей семьей, совмещая полезное с приятным. Надеемся на то, что сам факт того, что у нас есть дополнительные, так сказать, возможности по обеспечению досуга нашего офицерского состава, позволит и дальше вывести некий алгоритм того, чтобы люди действительно всегда занимались самообразованием. А завершился день прогулки по историческому центру города. Организаторы обещают, такие культурные встречи станут доброй традицией. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, События. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. Красноармейская парк Щерса или ЖД-вокзал, где в Самаре установят памятник чехословацким легионерам, погибшим здесь сто лет назад. Он испытывал двигатели для Юрия Гагарина, репортаж о живой легенде старейшем авиационном инженере Вадиме Пикуле. Не хочешь жить на помойке – плати. Жители частных домов приучат к экологической культуре. И это все новости на сегодня. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова